Привет, друзья! Это Нюсейдер, я Александр Кушнарь. Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что Главное управление разведки Украины на этой неделе провело одну из самых успешных своих операций против вражеской военной авиации на российской же земле. А именно, ГУР уничтожила сразу три российских военных вертолета. 21 июля ГУР проникла на территорию подмосковного аэродрома Тамилина и сожгла там Ми-28 и К-226. Ну а затем то же самое оно проделало на аэродроме Кряж в Самаре. Там ликвидирован был Ми-8. Все вертолеты были уничтожены в результате пожара, который устроили специалисты ГУР. Сначала об этом сообщили украинские СМИ, ну а чуть позже, вечером 27 июля. Это подтвердило ГУР, приложив соответствующие видеодоказательства. Они у вас перед глазами. Как видите, горит. Российская сторона теперь никак не отвертится по поводу того, было ли или не было вот того, о чем говорит ГУР. Нет, было, конечно же. И горело, как видите, ярко, что свидетельствует о полном уничтожении соответствующих вертолетов. Итак, для начала разберемся, а каковы же в данном случае потери российской военной машины. Что ж, Ми-28 это непосредственно главная или одна из главных ударных военных машин России в этой войне. В частности, Ми-28 охотится за украинскими дронами и служит чем-то вроде системы ПВО. Как раз 25 июля Ми-28 России рухнул в Брянской области, возвращаясь с террористического задания по попытке охотиться за украинскими дронами. Загорелся двигатель, техническая неисправность, вертолет упал, взорвался и в результате похоронил обоих членов экипажа. Далее, давайте вспомним, что такое Ми-8. Это один из самых ходовых российских военно-транспортных вертолетов. Без него россияне, фактически как без ног. Ну а К-226 это тоже вертолет, который используется как в гражданской, так и в военной авиации. Но в частности, один из К-226 стоит на вооружении российской Росгвардии. Таким образом, все три вертолета это важные инструменты российского террора против иностранных и собственных граждан. Я говорю о Росгвардии, потому что Росгвардия это машина по уничтожению собственного народа. Итак, что же мы можем теперь сказать по поводу того, что случилось в целом? А сказать можем следующее. Россияне не сделали никакого вывода после предыдущих многочисленных аналогичных диверсий, когда украинские специалисты или их агенты в России проникали на те или иные российские аэродромы гражданские, военные или смешанного назначения и поджигали там авиационную технику. То вертолеты, то самолеты. Первым таким известным и громким случаем стала украинская диверсия в Псковской области. Там украинские диверсанты проникли на военный аэродром под Псковом, заложили взрывчатку в военные вертолеты и подорвали их. И засняли все это на видео, тем самым дополнительно унизив российскую террористическую саранчу. Далее, напомню, что последовали все новые и новые эпизоды аналогичных поджогов и уничтожений российских самолетов и вертолетов и в Подмосковье, и прямо в Москве, и на Дальнем Востоке, и где только не горело. Когда еще произошел инцидент в Псковской области, Z-блогеры написали, что нужно срочно принимать меры. И все удивлялись. А где же физическая охрана? А где же видеокамеры? А где же, в конце концов, солдаты с автоматами, которые дежурили бы по периметру? Ну, я сразу тогда сказал, не ждите, дорогие россияне, что соответствующие военные базы получат какую бы то ни было именно физическую наземную охрану. С этим в России совсем плохо. Дело в том, что у Россиюшки территория большая, и в данном случае вот эта широта границ играет против российской террористической своры, потому что просто не хватает ресурсов для того, чтобы на земле защитить все военные активы, в том числе и военные аэродромы. Да, конечно, каждый из них можно обносить забором, можно ставить огромное количество охраны, но только вот где ее взять, когда все физически боеспособные люди соответствующего возраста в России, как правило, или служат вот в той самой террористической Росгвардии, или же едут сейчас на войну, чтобы помереть там за 2000 долларов в месяц в украинском черноземе. Короче, людей физически не хватает. Технических средств и ресурсов для организации этих средств на военных аэродромах тоже недостаточно. Одновременно украинцы делают ведь и работу по устранению российской ПВО, то есть они уничтожают ее и на украинских территориях, а также в глубоком тылу. В результате с воздуха у России все чаще нечем прикрывать свои военные объекты. И таким образом, в то время как с воздуха летят дроны, с земли идут украинские диверсанты. Если не дроны добираются до военной техники, стоящей на тех же аэродромах, то значит до нее доберутся украинские диверсанты. Если не украинские диверсанты, то украинские дроны. Вот как раз сегодня это и произошло, когда Украина запустила массированную ракетную атаку по целому ряду военных объектов России, в том числе и по аэродромам. Именно Энгель в Саратовской области, Дягерева в Рязанской области и Оленя в Мурманской области. Минобороны России отчиталось у сбития всех дронов, но вот правда, когда перечисляла области, где эти дроны были перехвачены, почему-то не указала там Мурманскую область. Впоследствии стало понятно почему. Потому что в Олене сегодня украинский дальнобойный дрон с дальностью более двух тысяч километров поразил стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Я делал об этом отдельный материал как раз сегодня. Здесь был поставлен рекорд, потому что никогда еще так далеко не летал украинский дрон, чтобы уничтожить такой важный стратегический актив России. Оленя сегодня прошла свое боевое крещение украинским дронам. Россияне получили заслуженное возмездие за свой террор против Украины, и это, конечно, только начало. Но это просто напоминание, какие потери сейчас Россия несет в своей авиации. Так боевые, так и небоевые. Что ж, вот этот Ту-22М3, затем вот эти три вертолета, затем Су-34, опять же, упавший сегодня по технической неисправности, как говорят, в Лагоградской области, на днях по той же причине, как уже было сказано, упал Ми-28. До этого целый ряд Су-25 России падали и падали на передовой, на Покровском направлении, в частности. Опять же, за последние 10 дней были сбиты две Сушки, два российских штурмовика под Покровском, и есть соответствующие две видеозаписи. Итак, я думаю, вы уже сбились со счета, когда пытались подсчитать, а сколько только за последние 10 дней единицы авиационной техники потеряла Россия на фронтах и в тылах по боевой и небоевой причине. Что же, мы видим, что Украина проводит целенаправленную и полномерную работу против российской военной авиации. Ну, а если под руку подвернется, то и гражданская, которую, в принципе, можно использовать как военную. Но если вот этот К, и если этот Ми еще условно можно считать неударными, то вот Ми-28 уж точно является вертолетом боевого назначения. Поэтому ликвидация Ми-28, да еще и в Подмосковье, то есть практически в самом сердце империи зла, вот это, конечно, очень серьезный провал для России. И мы прекрасно понимаем, что гореть у нее будет и дальше. И чем больше Украина будет уничтожать от российских ПВО, чем серьезнее Украина будет оказывать сопротивление России на фронтах, тем серьезнее Россия будет истощаться в своих ресурсах, инструментах защиты с земли и с неба. И, соответственно, тем тяжелее ей будет приходиться в том плане, чтобы обеспечивать оборону для всей своей обширной территории и для всего своего большого количества военных баз, где находятся соответствующие вертолеты и самолеты. Конечно, пока что еще в каком-нибудь Морозовске или в каком-нибудь Дягилево можно надеяться россиянам, что у них будет там охрана и там будет ПВО. Но мы видим, что пусть туда не доходят украинские диверсанты, но туда доходят периодически украинские дроны. И мало-помалу, но они потихонечку пробивают соответствующую защиту. Так же, как сегодня пробили защиту в Олени. Сегодня здесь, завтра там, а послезавтра и еще где-нибудь. В результате чего мы понимаем, что все больше дыр в российской защите. И в эти дыры заходят украинские дроны и украинские военные специалисты, выжигая дорогостоящую российскую авиационную технику прямо у России под носом. И, конечно, по поводу стоимости всей этой авиации, которую я перечислен, мы должны поговорить вообще отдельно, ведь мы прекрасно понимаем, какие большие проблемы у России с производством авиации, а также с ремонтом. Стратегические бомберы России, в принципе, не способны производить. Что касается вертолетов, то здесь у России, по сути, кризис. Практически не выпускается машин. Что касается самолетов, то мы видим, что Су-34 и Су-35, может, и выпускаются, но в количестве не более нескольких единиц в год. Остается дождаться Ф-16, которые смогут, наконец, зачистить украинское воздушное пространство от этих террористических машин. России следует готовиться. Готовиться к тому, что очень скоро ей придется вновь воевать по старинке, то есть без авиации. Друзья, я рад объявить, что на десятые сутки с момента начала сборов для украинского подразделения, которое работает на Покровском направлении, мы собрали 9 тысяч евро из 15 тысяч необходимых на три дрона типа Мавик, а также на три зарядные станции. Вы можете помочь украинскому подразделению как можно быстрее завершить этот сбор, чтобы мы как можно быстрее могли бы закупить нужное оборудование, доставить его, переведя средства на организацию Хаплон Фаундейшн. Ссылки на ее реквизиты, банковские, а также PayPal, найдете в описании к этому видео. Хаплон Фаундейшн – это организация, которую мы вместе с нашим другом, литовским волонтером Жилинсом Святоисом основали несколько недель назад для того, чтобы собирать деньги и закупать оборудование для украинских подразделений. От того, насколько быстро мы соберем эти деньги для них, зависит в буквальном смысле жизни и здоровья украинских бойцов, которые, я напомню, защищают и Украину, и мирную жизнь также во всей Евроатлантике. Если вам нравится то, что делает наш канал, вы можете поддержать и проект Ньюсейдер через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMe, Coffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube, введя отдельный кнопок под каждым нашим роликом. Большое спасибо вам за помощь для Ньюсейдер, потому что благодаря вашей поддержке мы продолжаем работать. До скорого!